Дамы и господа, сегодня в Одесском кризисном медиа-центре в 12 часов брифинг главы Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолия Бойкая на тему формирования и начала работы участковых избирательных комиссий. В 13 часов директор Департамента социальной защиты населения Одесской облгосадминистрации Ирина Маркевич с темой «Государственная компенсация вынужденным переселенцам». И в 14.00 руководитель Академии предпринимателя Александр Белоконь с темой «Как выживают малые и средние предприниматели в новой экономической ситуации». Я приглашаю Анатолия Бойко. Спасибо, Алена. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Значит, 10-го, в некоторых округах, 11-го октября, окружные избирательные комиссии сформировали участковые избирательные комиссии, сформировали они в процессе жеребьевки, и распределения руководящего состава. К сожалению, не везде этот процесс прошел гладко. Значит, наиболее конфликтно и проблемно этот процесс прошел в следующих округах. 134-й окружной избирательной комиссии в процессе проведения жеребьевки возник конфликт, определенный спор между представителями политических сил и окружной комиссии о том, как правильно проводить жеребьевку. В итоге представителям политических сил удалось убедить руководство окружной комиссии о том, что жеребьевку нужно проводить согласно постанове ЦВК, и, соответственно, жеребьевка проведена была корректно. 136-й окружной избирательной комиссии возник серьезный скандал, поскольку окружная комиссия неправомерно отклонила представление для включения в состав участковой избирательной комиссии со стороны ряда кандидатов, и именно Лосева, Скобленко и Макаренко. Соответственно, данные кандидаты будут обжаловать такое решение окружной избирательной комиссии. У нас, не знаю, возможно будет процесс переформатирования участковых комиссий в 136-м округе. Также скандал возник в 139-м избирательном округе, там окружная избирательная комиссия также, по нашему мнению, неправомерно отклонила кандидатуры Дмитрия Пиструева. Это кандидат по данному округу. Соответственно, она лишила его возможности представить своих людей в составе участковых избирательных комиссий. Пиструев готовит соответствующее заявление тоже в суд и в ЦВК. Я хочу подчеркнуть, что на днях Центральная избирательная комиссия уже в своей постанове заявила про грубое нарушение со стороны 139-й комиссии, со стороны Раздельнянской. Также это нарушение касалось кандидата Пиструева. 141-я избирательная комиссия, там возник конфликт, поскольку по вопросу внесения, по вопросу распределения руководящего состава, очень долго комиссия распределяла этот руководящий состав. И в итоге это произошло в ручном режиме. Руководитель комиссии господина Вербах и представитель и член комиссии от кандидата Квашнина фактически в ручном режиме распределили, кто где будет руководить, какой участковой избирательной комиссией. И, соответственно, на данный момент готовится тоже Народный фронт и КПУ, то есть абсолютно разные по своим идеологическим взглядам политические силы готовят жалобы на это решение и будут его оспаривать. И в 142-м избирательном округе в Арцизе участковые избирательные комиссии были созданы только 11 октября, хотя они должны были по закону быть созданы еще 10-го. От себя добавлю, что процесс создания участковой комиссии в 142-м округе в Арцизе, он вообще был очень длительным и болезненным. Они там чуть ли не двое суток заседали, не могли никак скомпоновать. Ну и в 137-м избирательном округе в Котовске тоже были проблемы с формированием, с проведением непосредственно жеребьевки. Они сначала провели жеребьевку, не отклонив двойников, потом обнаружили, что у них двойники в составе комиссии перепроводили, и тоже это, к сожалению, заняло достаточно много времени. Значит, и в 137-м округе также было еще одно зафиксированное нарушение. Один и тот же человек принес комплекты представлений на участковой комиссии от разных субъектов. То есть, один и тот же человек принес от разных политических партий или кандидатов представление на внесение в состав участковой избирательной комиссии. Ну, это значит, что, скорее всего, эти представления формировались в одном избирательном штабе. Значит, основные проблемы при формировании участковой комиссии заключались в том, что партии подавали двойников, и кандидаты, то есть одни и те же люди, были включены в поддание от разных субъектов избирательного процесса. То есть, кандидат Петров и кандидат Иванов условно подали одного и того же человека в состав участковой избирательной комиссии. Значит, такие проблемы были в 133-м, в 135-м округах, это город Одесса, Киевский, Приморский район, в Котовске, в Ширяево, в Раздельной, в Беляевке, в Арцизе, в Татарбунарах, в Измыле. То есть, практически во всех округах были зафиксированы в списках на кандидатуру в участковой комиссии двойники. По нашему мнению, это связано в первую очередь с большим количеством технических кандидатов, потому что, когда в одном и том же штабе параллельно одни и те же люди готовят комплекты документов на представление от якобы пяти разных кандидатов, естественно, они могут запутаться и одних и тех же людей включать в разные списки. Это во-первых. Во-вторых, потому что, опять же, это выплывает из первого, зачастую эти списки формируются из одних и тех же баз, особенно если, как я уже говорил, в одном и том же штабе формируется представление на 3, 4, 5 более кандидатов, сколько удалось завести и зарегистрировать технических. Также были случаи, когда в состав участковых избирательных комиссий подавали несовершеннолетних, такие случаи в 133-м округе, такие в скрывом городе Одесса и в 141-й городе Татарбунары. Подавали и подавали официальных наблюдателей 135-й округ, это Приморский регион, и даже кандидатов, опять же, 141-й округ города Татарбунары. К сожалению, такая ситуация с тем, что в списках были двойники, кандидаты, то есть люди, которые там не должны быть, она вопиющая, свидетельствует о том, что, к сожалению, политические силы, кандидаты, недостаточно ответственно подошли к вопросу формирования своих кандидатов в состав участковых избирательных комиссий. И это, в частности, сейчас принципиальным образом, негативно влияет на непосредственно начало работы участковых избирательных комиссий. Наши наблюдатели вчера и позавчера посетили определенное количество избирательных участков в каждом округе, плюс мы связывались с окружными избирательными комиссиями и уточняли у них информацию о том, как же начали работу свою участковую избирательную комиссию. А я подчеркиваю, что участковые комиссии должны были в период с 11 по 13 октября, то есть с субботы по вчерашний день, провести свое первое заседание по закону, принять присягу, распределить обязанности, определиться с тем, что им не хватает для работы, то есть начать уже процесс, потому что сегодня, сегодня уже участковые комиссии должны получать списки из реестра избирателей и завтра на каждом избирательном участке в Одесской области списки избирателей должны быть доступны для ознакомления. Мы очень опасаемся, что, к сожалению, процесс этот может быть на некоторых участках сорван, потому что окружные комиссии, конечно, говорят, что все начали работать, все замечательно, наши наблюдатели, посетив избирательно некоторые участки, обнаружили, что, к сожалению, картина не такая оптимистическая и как минимум, как минимум, я подчеркиваю, в среднем 20% участковых избирательных комиссий по состоянию на вчера вечером еще не собирались. То есть, соответственно, они не начали свою работу. Соответственно, я не совсем понимаю, как сегодня они получат списки и как завтра эти списки будут на избирательных участках. В некоторых округах проблема еще более серьезная. По данным наших наблюдателей, в 137 округе в городе Котовске до половины участковых комиссий по состоянию на вчера вечером не начали работу и только сейчас там предпринимаются какие-то судорожные попытки запустить процесс. Основная проблема, из-за которой не могут начать работу участковых избирательных комиссий, это отсутствие кворума, это невозможность просто физически найти некоторых членов, не некоторых, а многих членов участковых избирательных комиссий, что, как я уже говорил, вызвано тем, что, к сожалению, партии и кандидаты недостаточно ответственно подошли к вопросу подачи, отбора и подачи своих кандидатур. То есть, к сожалению, я так понимаю, во многих случаях это были люди случайные для того, чтобы занять квоту в участковой избирательной комиссии. Естественно, они работать не собирались и не собираются. Естественно, найти их сейчас невозможно, а из-за этого невозможно сформировать кворум. То есть, чтобы вы понимали масштабы проблемы, в 136 округе Суворовский район уже сейчас Уже сейчас окружная избирательная комиссия заменила 2000 членов участковых избирательных комиссий. Это при том, что в одной участковой до 20 человек максимум. То есть, как бы это массовый процесс. И, соответственно, к сожалению, с этими людьми сейчас сложно связаться. Это угрожает нормальному запуску работы участковых избирательных комиссий. Вторая проблема, которую мы обнаружили, она, к сожалению, опять же, не нова. Это материально-техническое обеспечение. На некоторых участках вчера не могли провести заседание участковой избирательной комиссии, потому что у них, простите, не оказалось даже стульев. То есть, они собрались, а провести заседание не могут, потому что сесть негде, писать не на чем. Значит, я подчеркиваю, что ответственность за организацию работы участковых избирательных комиссий всецело лежит, во-первых, на кандидатах, которые подали этих людей в комиссии. Они обязаны сейчас в крайне сжатые сроки привести своих кандидатов, своих членов участковых комиссий в чувство и заставить их хотя бы прийти на первое заседание, чтобы был кворум. Там дальше меняйте, как хотите, но сейчас работы комиссии нужно запустить. И окружные избирательные комиссии также должны, через каждую окружную комиссию есть кураторы, то есть, все участковые комиссии на определенном округе распределены между членами окружной комиссии, так называемыми кураторами, которые обязаны организовать работу участковых избирательных комиссий. Материально-техническое обеспечение – это ответственность местных органов власти, тех учреждений, где располагаются участковые избирательные комиссии. Я надеюсь также, что они в крайне сжатые сроки обеспечат комиссии всем необходимым. Значит, с 15-го числа, с завтрашнего дня наблюдатели нашей организации начинают массовый обход. И в период с 15-го по 17-го октября мы посетим около четверти всех избирательных участков в Одесской области. В каждом округе мы будем владеть информацией о готовности избирательных участков по всей области. И в понедельник на пресс-конференции мы представим вашему вниманию результаты этого обхода. Передадим в областную государственную администрацию с тем, чтобы за период, за то время, там останется чуть меньше недели до дня голосования, чтобы можно было решить все существующие проблемы и чтобы все-таки к дню голосования участковой избирательной комиссии были уже готовы. В завершении я бы хотел еще раз напомнить избирателям о необходимости проверить себя в списках. Времени осталось крайне мало, до 20-го октября. Причем, что 19-е и 18-е это выходные дни. Многие реестры избирателей, к сожалению, в выходные дни не работают. Поэтому, де-факто, осталась вот среда, четверг, пятница и понедельник для того, чтобы проверить себя в списках, уточнить, внести и так далее. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Может быть, есть что-то по новым нарушениям? Ну, значит, что касается нарушений, то, к сожалению, участились в случае давления, силового давления на кандидатов. Так, в 137-м избирательном округе одному из кандидатов, который занимается агробизнесом, ему совершен поджог его имущества. В 136-м избирательном округе обстреляли агитаторов кандидата страшного из травматического пистолета. То есть, у нас к нам поступило заявление, соответствующее заявление от одного и от другого кандидата. Мы разместили информацию на своем сайте, ну и передадим их в правоохоронные органы. Скажите, пожалуйста, вот здесь, допустим, сравнение с другими регионами в Украине, проводится, наверное, какая-то сравнительная характеристика по все-таки качеству проведения выборов, предвыборного процесса, по количеству нарушений в сравнении с другими регионами в Украине? Ну, мы такого сравнения не проводим. Нам, поверьте, хватает абсолютно Одесской области. Это проводят наши киевские коллеги, но в силу как бы большего объема информации они менее динамичны. Наталья, скажите, пожалуйста, какая тенденция сейчас прослеживается с техническими кандидатами? Допустим, по тому же 135-му округу несколько кандидатов снялись, яркие, скажем так. Как это можно расценить? Ну, понимаете, я, вот, как бы, те кандидаты, которые снялись, их сложно назвать техническими, они действительно в той или иной степени ввели свою кампанию. В то же время технические пока не снимаются. Мы, в принципе, всего можно ожидать, но пока массового исхода технических мы не видим. А вот ротация все-таки по 135-му кандидатов, которые, так сказать, ввели кампанию, вот как это объясняется? Ну, мне сложно что-то добавить к тому, о чем уже непосредственно сказали сами кандидаты. Я так понимаю, что это определенные политические договоренности с тем, чтобы улучшить шансы тех ключевых кандидатов, которые остались. А как Вы считаете, будут еще корректироваться списки кандидатов? Я думаю, что да. Я не могу сказать, насколько, но думаю, что да. Спасибо. Скажите, пожалуйста, на прошлом мероприятии Вы говорили о том, что открыта горячая линия по принятию звонков от жителей по обонарушению. Я сам лично звонил, некоторые замечания делал. Скажите, сколько активно жители принимают участие в этом процессе? Достаточно активно. Я вот утром приехал перед трифингом в офис, но телефон не замолкает. Просто вопрос, понимаете, в том, что обращения они носят различный характер и различные качества. Много просто справочных. Скажите, у них где штаб того кандидата, где окружная, где мне себя проверили списки избирателей. Есть и сообщения о нарушениях. А по поводу волонтеров. Вы проводите набор волонтеров за избирательным процессом, где есть голосование. Вот если сравнить с прошлым выбором, с прошлым днем голосования, как-то активнее люди принимают в этом участие? Или все это не более красиво? На выборах президента были намного активнее избиратели. К сожалению, сейчас не так много обращений. Может быть, разошлись по штабам кандидатов. Может быть, ситуация не та, настрой не тот. Не знаю. Скажите, пожалуйста, пока, насколько я знаю, молчат по поводу перевода на зимнее время. Это не может быть каким-то подвохом в день выбора? Да нет. Ну, как бы, хорошо. Давайте посмотрим, кому это выгодно, кто от этого выиграет. Все проиграют. Но избиратели... Я же не думаю, что какая-то политическая сила конкретно своим избирателям отправить секретную смс-ку, там, вечером напоминаем, что переход на зимнее время. То есть, от этого все проиграют, если это какая-то целенаправленная технология. Я думаю, что на фоне всех проблем, которые в стране, может быть, просто забыли. Но, опять же, абсолютно в ваших силах, в силах средств массовой информации разрушить этот коварный заговор, даже если он есть, и просто всем сообщить, что, напоминаем, часы переводят, не проспите. Спасибо. Спасибо.